Сегодня участники еженедельного совещания в Думе правительства ознакомились со стратегией долгосрочного развития пенсионной реформы Российской Федерации. Роза Кондратьев, управляющая отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашии, рассказала, что современная пенсионная система действует уже 10 лет. За это время удалось многого добиться, но есть и недостатки. Недостигнута финансовая устойчивость Пенсионного фонда. По-прежнему высок уровень теневой занятости. Укрываются от отчетности реальной заработки. Растет число пенсионеров по сравнению с работающими. Новая стратегия рассчитана до 2030 года. В ней ставится задача довести средний размер трудовой пенсии по старости до 2-3 прожиточных минимумов пенсионера. Задача пенсионной системы – это достижение международного уровня обеспечения пенсионного обеспечения в части коэффициента замещения трудовой пенсии по старости до 40% утраченного заработка при нормативном стаже и средней заработной плате, как первоочередная задача в рамках требований Международной организации труда. Руководитель Государственной службы Чуверской республики по конкурентной политике и тарифам Альбина Егорова рассказала об итогах работы по тарифному регулированию за 2012 год. В нынешнем году, в первом полугодии, тарифы на коммунальные услуги не изменятся. Повышение ожидается один раз – с 1 июля 2013-го. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 7,5%. Отопление на 8,5%. Электроэнергия на 10% и природный газ на 15%. Михаил Игнатьев рекомендовал главам городов лично контролировать выплату субсидий малобюджетным семьям, чтобы повышение тарифов на этой категории жителей республики сказалось несущественно. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.